привет друзья 5 суббота скоро будет оффроуд на виду сегодня я на зеленой мечте правда ну сегодня рейд у нас оффроуд на зеленой мечте наверное будет очень такой длительный решили ее оставить сейчас нас ждут три шикарных автомобиля точнее меня ждут мы на них сейчас поедем должно быть интересно греет такой километров приблизительно наверно 30-40 киевской области туман сегодня ведь и такой жесткий по прогнозу дождя не будет всю неделю шел дождь вчера первый день без дождя был что должно быть весело я думаю смотрите дальше всем понравится на ассортимент автомобилей говорят залазь куда хочешь болотоходы починили шушу года 12 чинил тоже человек вот этот вы его знаете наверное здрасте я сегодня буду исполнять да я видел вчера ночью даже ты исполнял а шо я вчера исполнял дрова рубил а ну это было недавно ну что погнали так ну я вы по тормоза сделали в этом ужин на это страшно было с абсом сделали тормоза снат как я выбрал иномарку поеду еще все впереди сани не не поехал я в лянчи передумал еду в шишиге шиши где-то я прошлый раз лянчи я был я думаю вам будет неинтересно я подумал что фолловером будет неинтересно и лучше поедем шишиге так я в шишиге а тут легче до двери закрываются везде очень мягко двери закрываются короче это та шишига иногда не ломается которые не ломаются и она просто понимаете мы ее разобрали для того чтобы тут кое-что добавить сделать и забыли собрать слушай а есть подогрев сидений да поборачивайся я тебя пару раз пошлепаю и оба будут теплые спасибо короче это та шишига на которой мы все время катаемся которую снимаем очень известная блин сиденье холодное сани а что за лампа у тебя мигает вон какая-то где? вверху красная а вот это из репта помигивает подожди я забыл все починил ну на самом деле мы просто нагрелись у нас низкие обороты и она говорит о том это давление масла? что ей да что ей не хватает чуть давления ну это холостые там все нормально отъедь а где ребята сзади может ты им мешаешь нет сзади ты правее возьми чтобы они проехали по-моему я где-то рацию должен был взять так у них да я тоже взял у них наверное нет рации надо им дать может рацию так что музыку вырубаем да? да музыку вырубаем все для фолловера болотоходы снимаем у меня это знаешь как в спорткаре нахожусь и я всегда когда нахожусь в спорткаре мне хочется пристегнуться и я не знаю не нашел ремень а что это вверху у тебя свисает? это реклама она выпадает а это кабину ты усилил тогда а это была планка? это же Руслан уселся когда-то ко мне на крышу кабины какой Руслан? селся на крышу кабины она прогнулась пришлось эту балку вставлять я понял на самом деле она прогибалась уже с этой балки когда ты сел блин это я тогда видно поел хорошо да? в тот день так сейчас на крышу вставать не шлось мы вообще я понял сейчас болотоходы по асфальту с шишигой где-то столько Саня Саня блин страшно что тут же гололед гололед а я понял ну не надо давай давай плавно пока там сейчас да да сейчас блин дрифтит слепой гололед у нас тут местами сейчас где-то километров 20 по асфальту наверно по Киеву и сразу за Киевом направо уходим на бездор блин ну в шишине довольно комфортно я вам скажу ну когда когда кабина раздвинулась добавилось много места ну да есть куда положить вещи кабина тут конечно у тебя такой ну это ты летом да уже доработаешь наверно нет надо до регистрации доработать я просто не могу выбрать а время понимаешь тут что у меня есть сидушки я их просто кидаю сюда и еду в МРЭО и пишу что у меня здесь 6 посадочных мест все а я понял осторожно ух ты ёбая тормози 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 блин Саня очень опасен блин вообще это светофор почему-то все время красный все время красный ну давай не знаю мне дрифт не удался не удался у него сзади люстра стоит где а есть да на полотоходе починил на люстры я говорил там выпала просто фишка фишки подсоединились к своим местам Саня какая скорость Саня 65 ой блин вроде 180 идем по ощущениям друзья это страшно конечно догоняет полотоходы они оторвались на светофоре немножко блин зеленая мечта я вам скажу это просто майпа по сравнению с шишигой я думаю по звуковым шумовым и трясущимся эффектам вы ощущаете это нет камера это точно не передаст это надо ощутить своей жопой да камера не передаст но все равно страшно в смысле не камера передаст а не передаст да 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 ощущения конечно такие ммм по моему опять 8 после цилиндров страшновато у меня опять В8 минус 2 В6 у тебя сегодня нет В8 минус 2 это есть 8 работает короче кастрированы к 8 ну не знаю по динамике в принципе нормально идет подходит именно в болоте стоят на кранях из болота на 6 на 6 на 2 да как от 69 на 2 да не буксует ничего блин это мы на асфальте да дороги как обычно на высоте там где они ровные там их сделали где давно надо сделать блин никто ничего не делает ну это классика жанра смотрите Нива марш по размерам четко в полосу шире грузовика блин да со стороны это выглядит ярко да на шишиге тоже непросто по городу ездить посмотрите тут слепой дает миллиметражи блин они не понимают что ты на шишиге и плохо видишь еще они еще не знают что в шишиге тормозов нет да и тормоза такие ну шишиге какие тормоза блин они не предусмотрены конструкцией да Саня да она создана для того чтобы ехать сигналим блин куда не едут я же руку на сигнале держу держишь да никто не спровоцировал это очередь на заправку нереальная один очень известный человек позакрывал все заправки газовые остались только в брендовых сетях соответственно их не хватает периодически очень весело надо поездить чтобы заправиться так сейчас баллахтоходы на проспект Победы выйдут будет ровная дорога и будет ровная дорога да мы сможем Саня 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 береги коробку я еще хочу знать такой лепесток и турбина ну как Саня тут уже дорогу посыпают перед снегом видишь осторожно не помешай ему вот а мог ближе подъехать я флажок у него снял если восемь цилиндров вытянет на четвертый на самую верх да а сейчас четвертая а пятой же нету здесь нету пятая это четвертая на самый верх туда аж к телевышке к светофору к светофору если четвертая если восемь цилиндров работает сейчас узнаем восемь или не восемь пока тяжеловато да да я давлю в пол а это подсоз у тебя не это шторки радиатора жалюзи да у меня был мостич там тоже были жалюзи так не мешай я испытываю тебе троллейбус может помешать мигай ему сигнал собака давай свалим надо разогнаться а я понял он тебе немного помешал да у него теперь тяни меня вот люди тут едут куда они едут так рано все да нет не заехал В6 В8 минус 2 да или как ты говорил похоже да минус 2 не заехали мы смотрите скорость упала троллейбус отрывается от нас Саня что ты творишь мы почти остановились это третья тяжеловато 6 цилиндров уже свечи надо купить мы же поменяем пару свечей и будем ехать как люди давай слышишь я хотел спросить на камеру тебя как вы в Карпаты на такой машине с бородачом доехали тут реально 20 км это испытание ну на самом деле до ровного дорога ровная поэтому можно ехать то есть первых 300 км было неплохо да да а потом я заснул а я понял а потом проснулся ты уже в Карпатах да да проснулся уже Иван Фринковский ага я понял а где ты в будке ехал или в салоне или вы там менялись ну сначала Пашка проехал потом Паша лег спать я проехал до ровного или где-то там аж дальше а я понял потом я лег спать они ехали короче там определенный алгоритм был перемещение а у него тоже там диваны как у тебя ну да у него круче круче да я ему делал уже исходя из своего опыта какие должны быть диваны а то есть уже модернизировано слепой М ну да у меня например ширина кровати 50 см а у Мазая чуть ли не 80 см так понятно он не помещается по ширине ты ж под себя себе делал а у него ну кроме того это было обусловлено тем что надо накрыть баллоны я понял объем не давали нам основ баллоны а где бородач кстати все спрашивают где пропал бородач не звонил ему сейчас будем звонить так ну на асфальте уже мы сняли наверное больше чем на бездорожье слушайте когда он разгоняется дорога неровная и начинает тормозить обратите внимание расстояние между коленями и импровизированной торпедой прямо и там направо уйдем на проспект сразу возле танка ой маршрутка стоит смотрите что он на шишиге подрезает подрезает всех я думаю если бы были соревнования на шишигах по городу ты бы выиграл Саня я не уверен я просто сравниваю я бородача снимал на шишиге ой ёлки я себя уже не слышу переключись переключись блин Саня на камеру он что-то творит неимоверное он и без камеры опасен я просто помню как бородач на ней ехал такое впечатление вроде он разгружает вагон угля понимаешь от тебя как-то это более легко происходит и непринужденно колени это борт болотоходы оторвались ну более скоростная болотоход машина конечно но я имею ввиду лянчу и Ниву марш ну зато у нас есть преимущество мы можем тянуть 2 тонны сверху и около 6 тонн сзади прицеп 6 тонны может шишигать? так а шо я ну да понижения хватает только чтоб цилиндры все должны работать да или мотор другой или мотор другой нам чем оборота возле повод 300 конечно нарубай а вот 200 да да блин Саня 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 блин когда три раза на тормоза человек нажимает перед самой перед самой санта фоя да то ощущение не очень ну тут бампер конечно большой бампер нормально все не хочется время терять естественно время терять и это человек потеряет заднюю часть кундая он весь хендай сразу потеряет весь сразу хендай слепой уточняет это да вот мы уже почти на финишной прямой на месте сейчас будем знаете же прикол да страховая да допустим у меня сейчас страховая страховая сумма 100 тысяч гривен да если я раскирячу например машину это будет больше чем 100 тысяч гривен ее ремонт и что все что больше 100 тысяч выплачивать со своих денег сделай две страховки ну у меня на Сан Йонг две страховки две? а можно вообще две? у меня на Сан Йонг интересная штука я многим совет рекомендую особенно если женщина ездит у вас за рулем вашей машины что кроме того что вы покупаете автогражданку которую обязаны покупать вы можете купить страховку своего ущерба то есть при ДТП совершенным вашей женой автомобиль пострадавшего ремонтируется за счет автогражданки а ваш автомобиль за счет страховки от ДТП и ущерба ну такое себе каска при ДТП называется ага я понял ну то есть в случае ДТП она возмещает да и тоже в пределах 100 тысяч у меня ну в этом году я не воспользовался слава богу желаю тебе не пользоваться никогда этой страховкой опа это с нами нет а ведро да нормальное сейчас попробую показать ведро да хорошее висит видишь вроде дорога ровная а шешика все равно съедет то же у тебя колеса квадратные да дорога уже идеальная здесь и на я а я гнаю имитация бездорожья имитация да чтоб не надо далеко ехать было да 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 пишу пишу там печка вроде работает да да пишу или это от мотора хорошо вот ведро это не ведро это КАМАЗ а это КАМАЗ хорошее но у нас такого пока ни у кого нету вон Елик поехал Елик не едет с нами блин я включил камеру Саня Саня по-моему 8 силиндров работает у другого чтобы анализоваться какая скорость 90 90 на шешине друзья это жесть смотрите какая вибрация он говорит колесо которое под тобой квадратное ты слышишь меня Саня да ой блин трясется в жиме я говорю тут можно фуру разгрузить на ходу блин посмотри сколько людей на субботу я вижу Нива навстречу где Нива ты порешил догнать болотоходы на ровной дороге Саня может мы может пусть едут Саня да мое чего я на лянче не поехал блин идиот мигай ему мигай Саня ему страшно смотри отошел сразу блин что я на зеленой мечте не поехал я уже начинаю думать об этом проспект победы мы в четвертой полосе вы видите я думаю 90 местами идем мы шины квадратные шины квадратные особенно правая опередия ну не надо Саня я хочу еще на луазе проехать саня сотка сотка сейчас будет я не буду знать не надо ты шок а какой индекс скорости у твоих колес 70 70 я понял а вон церковь слева построили ее не было наверное а была а была да просто ее было не видно блин я вроде видел Ниву где они а вот они догнали догнали да инфинити Саня я желаю тебе купить инфинити и меня катать на инфинити автосалон проехали а вот и Нива я уже забыл куда мы едем ё-моё где точка сбора Саня что он творит блин фух блин вроде пронесло мне интересно мы дымоход потеряли или он еще врачи блин дымоход же отпадает главное что он какому-то 222 кузову на капот не упал представляешь так упал кому-то на кузов да там помял что-то нас догоняют мы потеряли он спасибо и поехали дальше спасибо поехали слегка и очень жесткий мы уже поняли я думаю ну а ну вы знаете это да блин кто-то ночью 300 просмотров сделал пока ты дрова рубил офигеть я только тебя выложил сразу ютуб сразу рекламу он тебя уже знает сразу рекламу кинул причем такую большую хорошую вот блин реально у меня переводит дыхание блин перехватывает блин саня это фабия саня это фабия это как я лиц что саня это фабия 70 вон глядь фабия говорят как ярис хрустит лепо как ярис в прошлый раз последний раз слепой ярис трещил это было когда на крис на день рождения на свадьбе на свой на свадьбе криса да и ани слышишь а ты можешь дальше от него держаться как-то мне не очень мне кажется что сейчас я ногами куплюсь цифры 222 22 22 экспресс а у них второй номер да нет это у них много таких номеров так ну мы уже почти на бездорожье я надеюсь там будет как-то спокойнее но не уверен я конечно что сейчас на четвертое идем вроде ничего ну тут подъем не такой высокий 9 декабря в районе нуля да где-то температура воздуха ну посмотри на бортовом компьютере блять что это плюс 48 у тебя показывается плюс 3 блин шишега конечно очень заряжена на четвертой заехали мы на тягун этот погода хорошая днем солнце даже обещали ну что-то наверное его не будет ну дождя говорят на 100 миллионов на АТ не будет таких прыжков уже польская резина мягче очень грамотно честно шишега может валить 120 по трассе а что ты рассказываешь да я тебе верю я тебе верю ну надо только мотор перебрать хотя что у меня перебран корпуратер мне просто не хватает баланса чтоб она ехала ровно она же прыгает на скорость если б не прыгала ехала бы правильно если трипадоры поставить то поедет да польские трипадоры стабил они ровные да не знаю говорят да говорят едет как по воде потому что на квадратных тяжело конечно чё прямо Житомир прямо может к лимузинчику поедем тут уже не далеко не я заправился много шестьсот гривен заправили да дорогой я понял а снега сколько смотри где как где вот сколько снега много да 9 декабря сегодня 2017 да в этом году зима какая-то не снежная в прошлом году в это время уже блин 8 раз снег прошел и не растаял водопрошло самолет повезли самолет повезли на лопит да истребители и штурмовик не знаю как там правильно сушку какой-то ривны 300 чоп 750 чоп сад так сейчас сейчас интересно через кп болотоходы оно тормозят прижимайся сами ребята объехать кп наверно решили а вот объезд я не знаю объезд это или нет конечно как там по ширине пройдут они не пройдут болотоходы остановились пока пока остановились темновато как-то тут у слепого тут конечно ассортимент девайсов а эти даже есть козырьки колонки стеклоочиститель и вонючка вот у меня привыкла внимание аптечка жалюзи стереосистема короче есть все для комфортного перемещения ну да тут спальничек доделать в принципе два спальных места вполне нормально вполне нормально можно будет в профитуре ездить еще конечно поменять двигатель тепло так участники подтянулись мы сейчас на кп едем на кп точка сбора болотоходы пустил вперед остановят их или нет интересно будет вперед как я думал наоборот не 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 вперед а прикрыть ну давай да тогда прикрывай если остановят мы и так увидим да слама баня на дровах саня это про тебя да твой бигборд висел только что и не гони чтобы они не отстали вот кп на кп тут ментов нет ну да они наверное хотел сказать за Саакашвили гоняются но уже поймались и вчера вечером где раки раки ты что что ты делаешь а вот поворот вот это поворот а я бы его в жизни не нашел ого тут сегодня движение нормальное ну вот это толпа маньяков а вот еще да сегодня будет весело сегодня будет весело вот красный красный уаз да это уже а Нива посмотри это вообще просто герои и Нива известная короче тут еще то движение сегодня будет сегодня будет заезжай сразу в лес Сани ну ладно тогда не надо не знаю конечно эргономика машины уникальная хочу показать как вылазить с нее зато высота да это жестко не знаю не знаю а